Считаю, что я открываю настоящее мировоззрение нацистов, лидеров нацизма, настоящую идеологию, которая не совпадает с пропагандистскими штампами, но это абсолютно не то, что следует нам брать на вооружение. Там была одна и другая сторона. Одна сторона, как я вот сказал, например, социальная политика. Великолепная была социальная политика, выстроена, но на очень короткий промежуток. Еще неизвестно, как там дальше пошло. Но 5 лет подъема и 5 лет падения примерно так делится история нацистской Германии. То есть за 5 лет после прихода к власти до 1938 года гитлеровская политика была очень успешной. Но в то же время в риторике все время присутствовала агрессия, которая провоцировала постоянно. С одной стороны призывы к миру, а с другой стороны сверхбыстрое вооружение. Призывы к миру и аншлюз Австрии. Призывы к миру и распотронивание Чехословакии, от которой потом в конце концов все-таки так ничего и не осталось. И так далее. То есть было одно и было другое. Была определенная вынужденность, как и история, она не во всем свершается, она и происходит иногда помимо воли. И здесь важно понять тип руководителя, который является очень важным. Поэтому вот контртип, это очень важное понимание. Что за тип руководителя? Ну, уже ничего не могли сделать немецкие генералы, которые были против войны, когда отдан приказ. Приказ отдан, его надо исполнять. Они его исполняли как могли. Жестоко исполняли. Сколько было хатыней сожжено в России? Сколько хатыней было? Сама хатынь и зол была так же, как и все остальные пропагандистские элементы, в которых использовалась история. В хатынь никто расстреливал, кто сжигал? Немцы? Нет. Нет. Там были украинцы. Подавляющее большинство были украинцы, белорусы. Там немец, может быть, был один, который там где-то в сторонке стоял. А это зверства были от этих. От этих. Кого набрали? Кого набрали, зверствовали? Там немцы не настаивали ни на чем. Те расправлялись. Расправлялись почему? Потому что их тоже убивали партизаны. Это продолжение гражданской войны со всеми ее зверствами. Мы исключаем этот момент вообще из рассмотрения. Что в тылу у немцев на оккупированных территориях возобновилась гражданская война. И отсюда многие зверства происходят отсюда. А то, что там немцы кого-то там специально уничтожали, да они довольно равнодушно ко всему относились. В том числе их равнодушие привело к массовой гибели военнопленных в лагерях. Потому что ну не покормили, ну и ладно, ну что же. А мы не смогли подвезти, они умерли. Ну что же, мы обязаны их кормить лучше, чем своих на фронте? Нет, они равнодушно относились. А зверства, они вот все оттуда же идут, оттуда же. Они не смогли зачищать, захватывать пространство, зачищать от коренных народов, особенно русских. Вопрос в цифрах. Кто кого больше зачистил? Мой ответ. Зачистили гораздо больше большевики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...